Великой Победы Великой Победы 318 дней и ночей, 27 миллионов погибших в боях, умерших от голода, ран, лишений, замученных в концлагерях и пропавших без вести. За каждой из этих прерванных жизней судьба человека, судьба семьи, судьба всего нашего народа. В лютый холод и палящий зной, на передовой и в тылу, на земле, на воде, в воздухе, неимоверным усилием воли, предельным напряжением человеческих сил ковалась Великая Победа. Мы никогда не забудем о том, что пришлось пережить нашим дедам и прадедам. Как вставали в атаку и горели в танках, как бросались под пули, защищая боевых товарищей, как сутками работали у заводских станков и на колхозных полях, Отдавая все силы для нужд фронта, как не склонялись перед смертельной угрозой и, несмотря ни на что, жили, жили с верой в победу. Мы по праву гордимся тем, какой вклад в разгром ненавистного врага внесли жители нашей области. Полмиллиона наших земляков ушли на войну. Почти каждый второй не вернулся с фронта. Наша область в годы войны стала кузницей оружия Победы, а Куйбышев – запасной столицей страны. В рекордные сроки здесь было развернуто производство военной техники, оружия, боеприпасов. Признанием заслуг города Труженика, его огромного вклада в Великую Победу, стала общественная инициатива за присвоение столицы нашего региона почетного звания, город трудовой доблести. Надеюсь, верю, что столица нашего региона получит этот высокий статус. Дорогие друзья, сегодня мы живем в непростое время, и священный для каждого из нас праздник, День Победы, мы отмечаем не так, как нам бы этого хотелось. Сегодня не будет традиционных праздничных торжеств, не пройдут по площади парадные расчеты, не будет бескрайней реки бессмертного полка. В этом году День Победы – праздник камерный, семейный, но от этого тем более важный. Нет в России семьи такой, где не памятен свой герой. И сегодня, в юбилей Победы, наш святой долг вспомнить каждого солдата, каждого труженика тыла, каждого, кто своим трудом, мужеством, отвагой приближал в Великую Победу. У каждой семьи своя история, и сегодня очень важно рассказать ее детям, внукам, правнукам, показать старые фотографии, вместе послушать и спеть песни военных лет. Рассказать им, никогда не знавшим войны, о том, как важно беречь мир, насколько хрупким он подчас бывает. И, конечно, очень важно сегодня обязательно поздравить наших ветеранов, тружеников тыла, лично в кругу семьи или по телефону. Окружить их заботой и любовью, сделать так, чтобы даже в этот особый период они ощутили настроение праздника. Дорогие ветераны, дорогие ветераны Великой Отечественной войны, дорогие труженики тыла, героическая история нашего Отечества написана вашими ратными и трудовыми подвигами. Вы – наша гордость, слава и подлинное национальное достояние. Именно вам мы обязаны возможностью жить, трудиться, растить детей и строить будущее на родной земле. Низкий вам поклон за все, что вы сделали для фронта, для победы, для всех грядущих поколений. От всей души желаю вам и вашим близким, всем жителям Самарской области, здоровья, счастья, мирного неба над головой. С праздником, дорогие земляки! С юбилеем Великой Победы! Субтитры создавал DimaTorzok